Муравленковские автолюбители садятся за руль в нетрезвом виде. Жесткие санкции их не пугают и они совершенно не думают о том, каким последствиям приведет пьяная поездка. Тему продолжит Татьяна Бойко. За рулем пили, пьют и пока надежды, что что-то кардинально изменится нет. Только за полгода 2017 автоинспекторы составили 64 административных протокола. То есть в среднем в месяц в поле зрения ДПС попадает 10 пьяных водителей. Как правило, нетрезвых водителей выявляют ночью и во время рейдов. Это очередная профилактическая операция. За несколько часов инспекторы ДПС остановили более 50 автомобилей. За короткое время, пока автоинспектор общается с водителем, он должен понять, трезвый автомобилист или нет. Операция, трезвый водитель. Документы, пожалуйста, ваши. Эту женщину инспекторы тоже остановили для проверки документов. То, что она под шофе, определили сразу. Это подтвердил и алкотестер. 0,61 микрокилограмм на литр. Понятые, пока не уезжайте. Пьяная горе-автомобилистка следовала в Ноябрьск. Как знать, может, бдительность автоинспекторов спасла чью-то жизнь. Аварии с участием нетрезвых водителей самые непредсказуемые и разрушительные. Только в июне на совести автолюбителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, два ДТП. Самое страшное в этой ситуации, что автомобилисты, которые приняли на грудь даже немного алкоголя, значительно переоценивают свои возможности. Даже небольшое количество спиртного, оно влияет на координацию движений, оно влияет на ощущение чувства расстояния от одного транспорта к другому. Потеря вот этой скорости, то есть не рассчитывают, насколько далеко и как быстро движется транспорт другой. Ну, естественно, и свой. Между тем, в России борьбу с пьянством за рулем ведут с помощью жестких санкций. Поправки, ужесточающие ответственность за езду в нетрезвом виде, принимают почти каждый год. В зависимости от процедуры, то есть оформляется административный материал, если состояние пьянения будет установлено, либо человек откажется в прохождении медицинского свидетельства. Так или иначе, наказание по обоим статьям, то есть в принципе предусмотрено одно и то же. То есть это часть 1 статьи 12.8, либо часть 1 статьи 12.26 Кодекса административных правонарушений. Наказание по этим статьям предусмотрено в виде лишения права управления от полутора до двух лет, либо вместе с административным штрафом в размере 30 тысяч рублей. Если водитель вновь сядет за руль в нетрезвом виде, грозит уже уголовная ответственность. Это штраф от 200 до 300 тысяч рублей, принудительные или обязательные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. По данной статье в этом году был вынесен приговор с назначением наказания в виде лишения свободы, но в настоящий момент этот приговор в законную силу еще не вступил. Если по вине нетрезвого водителя пострадали или погибли люди, то наказание будет жестче, но разве от этого легче тем, кто попал под колеса пьяного автомобилиста? Татьяна Бойко, Владислав Дробота, Сергей Шалафан. Новости Муравленко.